Я родился 34 года назад в 87 году в семье, так сказать, советской такой классической, в которой о Боге не знали, не говорили и на делах в детстве я этого ничего не видел, кроме, наверное, только бабушки в деревне. И то в такие моменты, когда, когда похороны еще что-то, поминки какие-то. Поэтому я вырос простым, обычным таким подростком, школа, вот такие прогулки все эти по дворам, по подъездам, вырос в городе. Хотя родился в деревне, семья уехала вскоре уже в город, в Ишкар-Ла, Республика Мариел. Также, закончив школу, был, как обычный такой хулиган, подросток. Не родители воспитания духовного мне никакого не дали, не дедушка с бабушкой, потому что виделись, я с ними редко только в деревне на каникулах. И поэтому духовно во мне ничего не было, ни знаний, ни примеров каких-то людей, ни родственников. Но основные понятия о христианстве, о церкви, о Христе я знал, потому что и крест носил, и был в детстве крещен, как думал, и с этими знаниями минимальными, все равно я был, как бы верил, что я христианин православный, знал, что есть храмы, церкви, само собой все понимал. И, наверное, отношение было к Христу, к ношению Креста как к какому-то амулету, который дает тебе защиту от каких-то бедствий, каких-то болезней. Вот крестик носишь, значит, тебе это поможет. Потому что совесть, она все равно у каждого человека есть в сердце, и когда-то она просыпается, когда-то мы ее заглушаем своими греховными поступками, какими-то желаниями. Поэтому на сто процентов быть неверующим, я даже считаю, что таких людей нет, хотя такие термины есть, атеист. Это, мне кажется, они все искусственно, как-то сами себя настраивают. Я верю, что каждый человек, он все равно верующий. Чуть-чуть, но он верующий. Просто он этого не хочет таким быть, потому что, как уже такую фразу я сейчас понимаю, эти люди хотят свой грех оправдать, узаконить, и поэтому они это откладывают у себя где-то в сердце или в голове в сторону и делают, что хотят. И хотят это оправдать, что вот это так правильно, а не так. Это и есть уже борьба против Бога. Уже сейчас я это понимаю. Поэтому они осуждены будут, показаны будет это, что они, наверное, это знали. Конечно, там уже оправдаться уже не получится. Я вот как бы занимался физкультурой, старался быть вроде таким хорошим, правильным, где-то помогать, но все равно у меня было все это 50 на 50, так сказать, по сравнению с моими друзьями, одноклассниками, потому что совесть подсказывала всегда, что если все ребята бегут там где-то подраться, мне не хотелось туда бежать. А думал, что как-то это стыдно, потому что вроде испугался. И сейчас все вот это перекручиваешь, перекручиваешь все это и понимаю, что Бог это хранил, отодвигал, чтобы я как можно меньше попал вот в этих греховных поступок, у меня было в копилке. И опять же, сравнивая с друзьями, я понимаю, что у меня их было меньше, и слава Богу. А уже понимание такое серьезное пришло уже после 24 лет, после армии, в армии начал задумываться, потому что все равно армейская обстановка, она такая, что волнительная, где-то даже страшная. И так как я вот не такой вот человек, который в компании мужиков таких, баня там, пиво, водка и так далее, я все равно был такой поскромнее, помягче может быть, где-то подобрее к людям. И вот армейская обстановка, она мне, это не моя обстановка. Но я в армию попал, и вот тогда уже задумывался, как пройти эту армейскую службу без, опять же, происшествий, так сказать. И молитва, она сама по себе уже появляется в голове, когда страшно. Где-то у кого-то может война, у кого-то там какие-то болезни, трагедия какая-то, и молитва, она сама по себе уже в сердце, она уже улетает на небо. И когда, и даже молитва не то, что словесная, прям словословие, а уже мысли появляются, и Бог видит сердца, и Он все желания, о которых мы думаем, Он уже исполняет это на деле. И вот подумаю, что вот так бы, хотелось бы, чтобы вот так было, чтобы вот этого не произошло. И так все начинает происходить, потихонечку, потихонечку. Вернувшись из армии, уже начало работать, потому что армия действительно маленько дисциплинирует, уже не такой, я стал шаляй-валяй так, шальной, более серьезным становишься. И позиция была такая, что вроде бы все правильно, и в армию сходил, и сейчас работаешь, такой порядочный гражданин, законопослушный. И все, и сам себя, как бы я все время так нахвалил, что я лучше всех вроде такой, никак тут такие разгильдяи, как таким словом. И уже думал, как жить, почему-то жениться и заводить семью мне не хотелось, и с подросткового возраста, хотя мои друзья уже там 20 лет, уже все были замужем, кто женился с детьми. Мне почему-то не хотелось, хотелось погулять, побегать, не в плане гулять, блудить, вот даже этого у меня не было. То есть это было по минимуму, все было обдумано, ну, блуд был, само собой, не буду скрывать, но был такой, как я считал, что все под контролем. И поэтому о семье как-то я не думал, хотел все попроще, полегче, наверное, как с точки зрения лентяя, мне не хотелось ответственности брать, опять же, так же, ну, не то, что страх, а не хотелось ответственности. И поэтому вот уже 34 года мне, и сейчас я уже к вопросу семьи, женитьбы, уже у меня другое понятие расскажу. Вот, и так как я занимался питанием, физкультурой, здоровый образ жизни, у меня жизнь так сложилась, что я уже переехал из города в деревню, в свою родную огород, скотину, вот это все питание правильное. Я, опять же, до 30 лет считал, что вот это самое главное, быть здоровым, быть таким тимуровцем, что-то делать, помогать, чтобы меня хвалили, опять же, все хвалили, я был хорошим. Вот, смотрел в интернете всякие разные информации про деревню, про скотину, вот это все хозяйство, и мысль зашла о старобрядцах, как в деревнях, вот эти мужики все работают на лошадях. И попались ролики Германа Стерлигова, познакомился с ним, как его образ жизни, он говорит и о хозяйстве, и духовные вопросы затрагивает. Начал слушать его мнение о постах, узнал в первый раз от него о бороде, исторические моменты все вот эти наши российские и старые руси, царей, князей вот этих всех. Он любит очень историю, потому что в школе я учился плохо, и историю мне вообще не нравилось. Мне нравилась и физкультура, и вот черчение, и геометрия, я вот маленько рисовать люблю. Историю я вообще не понимал, мне она плохо складывалась, и вот благодаря ему я начал историю изучать. А параллельно, ища вот старобрядческие вот эти все деревни, их общины, как-то мне захотелось быть с ними, потому что они были такие же вроде, как мне казалось, порядочные, рвотящие, здоровые. И мне хотелось к ним попасть, и в интернете наткнулся на ролики Игнатия Тихоновича Лапкина, когда они сидят здесь в деревне, бородатые мужики обсуждают хозяйственные дела. Это было в 2016 году, уже четыре с половиной года назад. И многие знания я и хозяйственные сначала видел, Игнатия Тихоновича здесь в деревне, а потом он также начал и говорить в этих проповедях, я о постах, и о той же бороде, потому что я обращал внимание на внешние вот эти все вопросы, которые мне казались самыми простыми, ну что такое борода, одежда, как нужно одеваться в мужчине, женщине, что-что, естественно, уже материться, это не культурно, во-первых, во-вторых, ну это же и грех. И все вот эти хозяйственные вопросы, они потихоньку-потихоньку, ответы я получал духовные от Игнатия Тихоновича. И главный вопрос у меня был, вот что такое церковь, какая она, где она, для чего нужна, кто прав, потому что споров очень много и у нас в России, и по всему миру, все говорят об одном, а внешне, как бы, все по-разному, все спорят, все недовольны, где-то ругаются даже. Вот этот вопрос у меня висел, церковь, мне надо было разрешить, теперь не только вопросы, там, здоровья, питания или истории, а еще и церковные истории. Начал изучать этот вопрос, разбирать, изучать. Одни так говорят, другие так, третьи варианты. И понял одно из пробок Игнатия Тихоновича, что он сказал, что вне церкви нет спасения человеческой, человеку, его душе, потому что все мы смертные, это я понимал. Но что будет после, тоже вроде бы понимал, то есть знал, но не понимал. Можно было бы и сидеть дома, жить хорошо, молиться, даже перестать грешить, как мне казалось. Можно это все спокойно, раз, и ты такой безгрешный, хороший. Но вот эта фраза, вне церкви спасения нет. Можно погибнуть также, зная уже, потому что о Христе, о церкви, что он, как бы, слово его говорит о том, что я пришел вас спасти, а не погубить людей, своей жертвой на кресте, что и каждый верующий в меня может иметь жизнь вечную. Я также и был с таким мнением, что веровать можно сидеть дома и иметь спасение. А вот вне церкви спасения нет, потому что я сначала внимания и серьезность этому вопросу не передал. А когда узнал, что такое причастие, что такое сначала покаяние, что такое исповедь, что такое вот это все таинства, что они не просто так, как я считал, что какие-то ритуальные такие действия, так же, как и крестик, я носил, что думал, что это как оберег. И когда Игорь Тихонович все вот эти духовные вопросы мне вложил в голову, я все это за три-четыре уже с лишним года переварил, и я же опять же вспомнил, что я крещен, у меня крестная мама есть, и все у меня, опять все хорошо, что мне дальше разбирать. Начал читать, 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 смотреть, изучать, и опять, и потом уже после только наткнулся на вопрос, что Игорь Тихонович говорит, еще и крещение это нужно принять как этот обряд, все, чтобы правильно был исполнен, бесплатно, чтобы было, чтобы было погружение трехкратное, чтобы священники были в церкви, они вот здесь беспоповцы, всякие разные, чтобы была церковь. И вопрос, у меня опять же он отпал сразу, потому что я помню, что в пятилетнем возрасте меня не погружали, я помню, что впереди меня крестили младенцы, его окунали, а меня туда уже не запустишь, в этот сосуд, я не влезу, и мне облили голову, я сто процентов сразу решил, что я не крещен, и тут не надо было даже разбирать, ни математически, ни сомневаться, я понял, что мне нужно креститься, и вот уже конкретно стал вопрос, что вне церкви спасения нет, и без крещения грехи не смываются, я погибну с грехами, не исповедая их, таким вот, казалось мне, хорошим, правильным, не курящим, не пьющим, и с хозяйством своим. И поэтому уже конкретно приняло решение, что креститься-то надо. А когда встал вопрос, где, как и кем, то оказалось все сложно, потому что священники говорят, мы тебя крестить не будем, ты крещен. Один сказал, что я сам такой же, облитый, все хорошо, благодать есть, Юра, живи, все в порядке, не надо фантазировать, мудрить, все хорошо. Второй также сказал, поэтому, когда я прочитал вашу книгу, Датя Иванович, к истинному православию, которую вы мне передали, когда к вам приезжал Ливон, мой друг, я читаю книгу, и смотря на наши храмы, на наших священников, я понимаю, что в книге все один в один написано, все, никаких расхождений с книгой нет, с реальностью, которая у нас в Вишкареле. Да и в целом по России, когда смотришь новости, там по телевизору, не только в Вишкареле, по всей России оказывается так, и во всем мире все это так, что не исполняется то, что написано, не священниками, а следствие от этой цепочки, что и прихожане, и жители всей нашей России, они тоже не могут это исполнять, потому что священники им либо не досказали, либо сказали не так, как написано в Писании. А чтобы прихожанам это знать, надо им во-первых и самим знать все каноны, правила, о постах все надо знать, и Писание надо знать, а не так поверхностно, что чуть-чуть знаем и чуть-чуть ходим на службу. И мне стало интересно изучать уже и историю, и каноны, и все вот эти правила, книги, потому что священники имеют право это знать, они учителя наши, а мы почему не имеем знать, что должны знать наши учителя, когда нас учат. Поэтому вот эти все знания, благодаря вам, у меня появилось желание все это изучать, математически даже сначала, все считать, читать, как это, вот один вопрос, второй вопрос. И поэтому с крещением я решил креститься, но не знал где. И когда Вячеслав, мы с ним беседовали, он мне просто прямо сказал, я помню, 6 февраля, он мне сказал, если нигде не крестишься у себя дома, на родине, приезжай в Потеряевку. Я даже не спрашивал приглашения, можно ли у вас покреститься, хотя бы в голове держал, уже несколько лет эту мысль держал, и все мысли наши, все желания Бог видит. И Вячеслав просто мне написал, я даже его не спрашивал. Он говорит, все, мы тебя приглашаем в список, вели за полгода, до 11 июля. Я так обрадовался, что не спрашивая, все, у меня ответ. У меня включились в список, я даже удивился, а кто поручитель, кто меня там знает, никто меня не знает. Он говорит, ты на этих ночах звонишь на скайп, знакомишься, он тебя примет. И беседу эту я, я не сомневался, что я уже хочу ехать, уже запланировал, а там в деревне у меня интернет плохой, я думаю, поеду в город, поеду в город, и все как бы отложил, а только вот весной я вам позвонил в апреле, вы сказали мне, раз Вячеслав, там все ты знаешь, мы с вами познакомимся, приезжайте. И уже сейчас настроение, не то что настроение, понимание, жизнь такая, вот я бы крещен 4 дня назад, 11 июля, я понимаю, что все, что прошлое было уже, после покаяния, после исповеди, еще в деревне у себя, сейчас уже, я всегда молился, что Господи, дай мне крещение, чтобы обмыть мне свои грехи, одеть белые ризы, чтобы встать на путь прямой, узкий, такой прискорбный, чтобы все вот эти темные дела мы не вспоминать никогда уже больше, никогда не возвращаться на этот путь, и идти прямо, по Слову Твоему, по Святому Евангелию, идти прямо, прямо в Царство Небесное, что бы ни было, как бы трудно ни было, а пример этого пути, вот этой дороги, естественно, в первую очередь был, например, Игорь Тихонович, ваш пример, потому что автобиографию я вашу изучал за три с половиной года, ваши хозяйственные дела, ваши дела, вот, духовные в деревне, все ваши пути в тюремные, пытки, вот эти, все это изучал, читал, и понимал, что это живой пример на земле, у нас сейчас в 21 веке, не те, как бы, старые, старые, казалось бы, это когда-то было давно, мученики, исповедники, сложно было даже мне представить это в голове, а тут все наяву, все, даже в хозяйственных делах, это было сложно, но это, я видел, что это прямой путь такой, который человек, в принципе, каждый должен это делать, кто-то лучше, кто-то хуже, но лучше, чем вы, сделать, я сейчас смотрю, что это очень тяжело, но надо пересматриваться и брать пример, потому что написано, что подражая на кончину, взирая на кончину, подражайте вере их, потому что надо всегда, чтобы был у каждого человека пример какой-то, потому что без примера сами по себе, ну, можно намудрить, что такого, такого, что уйдешь не прямо, а сваришься в канаву, и поэтому, я приехав сюда, я понял, что у меня была слабость одна, что не было дисциплинированности, не было такой ясности, четкости, жесткости, строгости, в поступках, и опять же, себя успокаивало, что я хороший, у меня все вроде получается, я лучше, чем они, а суть-то вопроса в том, что не надо останавливаться на том, что я хороший, и я вот узнал, где крещение проходить, что я сейчас крещусь, а остальных-то, как бы, они сами хотят, им Бог откроет, нет, оказывается, надо им показать это все, им рассказать, родным, близким, на этом примере, потому что они это тоже не знают, я случайно вроде узнал в интернете, а они могут не узнать, теперь я понимаю, что надо мне им показать, рассказать, и они должны уже сами решать, и тогда уже действительно им Бог откроет, либо они поймут это, поверят эту информацию, да, о рождении, о духовном рождении, о смерти, о будущем, о райах, понятия у многих может быть есть, как и у меня были знания поверхностные, а вот это чувство сердечное, оно приходит, какой-то переломный момент, а информация должна быть у всех, у каждого, и вот пример, как эту информацию людям давать, в письменном виде, проповедью устной, на примере работы, на примере любом, я увидел только у вас, на 100%, потому что все остальные тоже вроде бы делают, но когда слушаешь, и смотришь на ихнюю жизнь, что-то не сходится, где-то у них дрожь в голосе, уверенности нет, где-то даже противоположные поступки, сказали одно, а сделали другое, и вот неделю назад, уже 10 дней назад, у меня умер дедушка, по маме, Степан Михайлович, и Игнатихин спросил, как бы верующий был, я говорю, да не верующий, советский, такой дед, работал на заводе, и понимаю, что я ему ничего не сказал, я как бы думал, сейчас я съезжу, крещусь, и начну, деду скажу, а по сути-то понимаю, сказать-то, ну, дед уже плохо был, маленько с памятью было плохо, как бы я уже сам понимаю, что я и деду-то даже затянул, сказать-то, вот о Боге-то, что перед смертью покаяние-то было, но дед вот умер, похоронили, думаю, как молиться, вот неверующий, ну, сейчас понимаю, что только Бог, судья, только молиться о том, что все его дела, деда мои, праведные, правильные, чтобы и Бог это все учел, принял, и мы ничто не можем сделать, потому что человек был неверующий, в храм не ходил, не причащался, причастие, как бы тело крови не имел ни в себе, ни в уме, даже не в сердце, но был хороший, как написано сам Ирианин, добрый язычник, вот, и сейчас пришло такое переживание за своих родственников, что они-то не то, что неверующие, как они думают, что верующие, не исполняющие, на деле все нарушающие, даже в бытовом деле, и вот, и вроде печаль такая, и радость за то, что я могу им это сказать завтра, поэтому единственное, и первая необходимость, христианина, и правда, я понял, что нести людям эту весть, информацию, о том, чтобы они уже, даже не завтра, а сегодня, узнав, помолились, и попросили у Бога прощения, покаялись, и отвернулись от этого темного света, и повернулись к свету Христу, как написано, Христос Солнца, правды, и Он светит к нам в лицо, и мы должны идти прямо к Нему, поэтому я благодарен, Иногда Тихонович, что ваша проповедь в интернете, когда многие интернету не доверяют, а ваша проповедь в интернете, она ко мне коснулась, и чтобы кто ни говорил, все равно, я-то обратился через вас, кто-то говорит и плохо в интернете о вас говорит, кто-то не нейтрально, кто-то действительно, кто понял это, они вас благодарят, я также хочу поблагодарить вас, просто как теперь моего дедушку, который единственный остался из всех, кто уже у меня умер, теперь духовный отец и дедушка, теперь, Игорь Тихонович, будете у меня вы, духовный дедушка, возраст такой же, вот, слава богу, я тебе вопрос вот один задам, когда мы работали, вот я с тобой работаю, ни одного противоречия нигде нету, ты как-то предугадываешь, что вот надо здесь, я сказал, ты мгновенно там бросился сюда, я говорю, как ты так научился-то, все, угождать, не то, что пять раз прихожу, делают, вернусь, опять еще попало делают, а ты даже маленько вперед, тебе не сказал, что делать, ты сам продолжаешь, как будто бы по накатанной дороге, ты мне еще ответил, я ответил, что я уже 4 года, исследовал вас по интернету, у вас, тогда было 15 тысяч роликов, сейчас уже больше 20, это, и то я не все просмотрел, но там очень много информации, это же полезно очень, смотреть, изучать, даже как на примере других людей, кто здесь с вами работал, трудился, Никита Колесников, очень много, можно, он как учитель уже получает, на его примере, потому что даже фразу, не наступайте на чужие грабли, или там на чужих ошибках, учитесь на примерах, это очень, я понимал всегда, что зачем лезть туда, если кто-то уже туда слазил, и там ничего хорошего нет, мне туда не надо лезть, поэтому на этих примерах, тут вот как, то есть заранее узнал уже, настроение, что делаем, и в этом русле идет, это очень легко, мне работать, я могу сказать одно, что вот у нас есть, то, чего нет нигде, нигде от сотворения Адама, а что именно сразу заинтересуется, чтобы вся община, православная, обратилась через веру во Христа, через проповедь, никогда не было православных, то через мощи, то крестный ход ходили, там где-то, здесь так, все были настроены на благовестие, на рождение свыше, далее, вот трехтомник у нас, Новый Завет, этого никогда не было, чтобы весь Новый Завет в одном из зданий выходил, никогда, и при том, изданы, где-то я считал, восемь параметров, которые, сегодня не издадут, просто они, что именно так, каждая книга, 752 страницы, подогнаны так, до откровения, это с откровением, второе издание вышло, оно такое же, там было 104 черно-белых фотографий, гравюр Густаво Даре, а здесь, здесь 230, и цветные, и как мы долго бились, как раскрасить, я искал художника, по картине его замазать, контуры оставить, а потом нарисовать, оказывается, электронная версия есть, и мне пришел человек, кроме того, здесь 4 шрифта, минимум только употребляется, вопрос о благовестии, о любви к Библии, выделен отдельно, крупно, жирно, кроме того, здесь я даю, скажется, 197 комментариев, на эти места, усиливая, святыми отцами, а эти места, которые нужно, я их большим размером, и жирные, сделаны с закладками, ля-ссе называется, вот, насколько это необычно, с откровением, откровение только занимает, 430, кажется, 4 страницы, по всем святым отцам, подготовленным, теперь доктор богословий, Геннадий Фаст, вот, в одном издании, вместе с откровением, никогда не было, и те издания, какие были, там, в Австралии, то другие, они, ну, невозможно пользоваться, это местоописание, по-славянски, здесь все взято по-русски, по синодальному переводу, 1876 года, а там, так, вот, открываешь, глава, стих, какая книга, здесь, на каждый стих, оттуда взятая, указана книга, глава и стих, поиск, настолько легкий, вот, это новое, что у нас есть, дальше, у нас, вы здесь находите, канон Андрея Критского, на три ступени, никогда его не было, за 1300 лет, за 1100 лет, 1100 лет прошло, со дня написания его, и не, мертв, а он написан для оглашенных, митрополиты, и те, говорится, заголовок, вот, а как так не заметили, да так, 204, 205 событий, библейских, пролетает за одно время, и не знают люди ничего, я в университете проходил его, это займет несколько месяцев, чтобы разъяснить все, да, я показываю, вот, чтобы в общине, настроены были на благовестие, и православные, так вот, как мы, 120 тысяч километров, 650 городовых сел от Тихого до Атлантического океана прошли, тоже никогда не было, и все отражено, кроме этого, я отвечаю на 4124 вопроса, которые давали в университетах, школах, милиции, по радио, по телевидению мне, этого тоже нигде нету, вот он сказал, закрылась дверь, ничего нету, а нашлись люди, которые помогли, это записали, а потом перевели в Word, и теперь вышло это в книгах, 33 тума, я такого в православии даже не встречал, и все разные расцветки, по, ну, если смотреть, с корешка даже не считая, поймешь где, то есть я такое показываю, но абсолютно нигде никогда этого не было, почему, ну, сам решаю, и все мы это подробнейшим образом, от кристинного православия, почти 40 лет я выискивалась, по всем вопросам ответы, а это патрология миния, толкование, 300 томов, и она за того, 12 тысяч, 12 томов, а из них о крещении, там, один абзац, но его надо найти было, вставить, и в другом месте, там, две строчки, симфония на житя святых, впервые такая создана, симфония на неконеческой книге, я их все, думаю, перебрал, созданы, абсолютно непрофессионально, ничего не найдешь, у нас глаголы в одном падеже, все собрано, шел, пришел, ушел, идет, все в одно, и сразу только вспомнил, что ты идет, или пришел, не знаю, ты сразу его найдешь, по вернигородской, которая каноническая, то есть любое, которое я беру, этого никогда не было, почему, это водительство Божие, это делает Господь, и притом в каждой книге 64 страницы фотографии, и вот первый том, у меня первый не написано, я знал, что один том, один, то есть явно, что я никаких претензий не имею, но оказалось, не один том выйдет, а 33, ну понятно, что это не на полу валяется, почему Господь, поэтому, как каждого человека, призывая к следить библиотеку, тем более, сейчас вот двое взяли полный комплект, это дальше будет, оно не будет мертвым грузом лежать, так мы уходим за стол, и сразу, кто пойдет, сбегает к батюшке быстрым, выпросит эту тележку, она на двух колесах, и нам туда привезет, и потом, чтобы обратно привез, и почистил ее, так ты не пойдешь, ты там нужен, я могу,